всем привет подписчики зрители канала сейчас готовил тут автомобиль уже к зиме к осени к лесам охоты рыбалки и соответственно вспомнил что очень часто не то что часто периодически но уже давно спрашивают как обработать чем обработать двери изнутри чтобы там защитить их чтоб не гнили чтоб что-то там не это самое не было потом дыр значит я покажу на примере своего автомобиля у меня машине уже 20 лет 2001 или второй год муссо сан юнг значит есть косячки кузовные ну свойственно годам ну в целом состояние хорошее я бы так сказал даже четыре с плюсом для этого возраста сейчас я покажу вам как легко и просто можно обработать двери чем обработать я значит использую вот такие средства в данном случае это nv мw мw 109 значит закрыт защита скрытых полостей без запаха вот состава основа здесь так материал нового поколения на восковой основе то есть если мы до этого заливали мавили мувили то технологии шагнули давно вперед и теперь уже как бы все шагает вперед значит и пригодно для поверхностей внутренних поверхностей дверей салона под капотом у пота ну стандартная схема то есть сейчас покажу как я как я им и куда правильно надо его закачивать значит ребята первое первое насаживаем вставляем удобный распылитель сейчас одной рукой неудобно так ставили распылитель все легко и просто далее потрясли дальше показываю когда взболтали у нас в дверях самое важное во первых поднять окна чтоб окна были подняты иначе у делаете окно значит вот у нас сливные отверстия дверей вот 1 квадратик 2 квадратик 3 квадратик блин машина низко 4 квадратик 5 квадратиков вот 5 у меня 5 значит чё делаем чё делаем берем схема просто до него сейчас я берем и запихиваем носик распылителя сюда в дверь сейчас ребята носик распылителя запихали и начинаем распылять желательно это делать двумя руками значит вводим вверх-вниз все значит процесс тут идет отлично погонялись в одном отверстие нет ни помощника ставили во второе отверстие сзади делали камеру делали камеру от души так весь телефон покрыли хорошем чехле он у меня сегодня так то есть ребята и вот таким макаром то есть вводим трубочкой туда-сюда там распыляет во все стороны и все вот так про лили сейчас я пролью покажу как будет выглядеть у меня и вот что получилось то есть я вот накачал тут накачал вот как то так это выглядит то что вытекает ничего страшного постояли двери открытые подождали как бы хуже ничего не будет вытечет даже если и попадет куда попадет куда там на порог или что ничего страшного в этом нету я уже проверенная уже корешу вдул значит полностью у него все двери задул на ничего не разъел а тоже была сырость на порогах потом вытер также двери подержали открытые все все прошло отлично сейчас я дуну кая заднюю дверь покажу как задний пойдет все так же сделал задней дверью от души накачал многие кстати спрашивают почему гниют низы типа то что они низко находятся ребята гниют они из-за того что со временем вот эти нижние отверстия бывает забиваются еще машина когда постоянно на улице или оттаивает зимой особенно вода дущий идет снег попадает вот туда туда сюда и все это потихонечку стекает раз осталось между вот этих отверстий или машина не ровно часто стоит вверх вниз на стоянке на боку и вода стоит стоит и потихоньку вот видите внутри появляется начинает загнивать потихоньку и ржавчина и привет но обработав таким способом естественно ничего там внутри гнить не будет значит это восковое покрытие она не высохнет сразу говорю снаружи можно все вытереть спокойно руки она не разъедает ничего не разъедает значит все все отлично краска не слазит хоть залейся хоть запись и как говорится ничего не произойдет так что ребята кому интересно лайкуйте понравилось пишите лайкуйте может у вас какой-то свой метод есть я вот пользуюсь только таким может кому интересно будет попробуйте заказать мера в интернете можно у меня просто знакомый занимается у него раз я попробовал и подсел на эту фирму как бы очень реальный ценник и как бы их качество мне нравится вот пробуйте пишите их еще чтоб не потеряться подпишитесь кому удобно в группа вконтакте группа вконтакте и канал на дзене у меня есть тоже подписывайтесь потому что про youtube ходит много разных разных разной информации что якобы он скоро в россии украине закроет его вообще всякое бывает подпишитесь чтобы потом не потеряться на канале много видео есть на тему и рамы и пуш сало и антикора то есть кому интересно зайдите на канал там все видео полистайте возможно что-то вы найдете для себя потому что не так просто в интернете найти например видео с моего канала роликов миллиарды и соответственно а полазив по каналу найдете нужную для себя тему начиная от замены цепей ремонта двигателя а также пишите в комментариях я отвечаю практически на все нормальные комментарии что знаю поделюсь расскажу на этом всем пока подписывайтесь дальше будет интересней